вы смотрите урок по джумал 4 меня зовут федор васильев тема урока как на джумал 4 стандартном шаблоне под названием кассио пиво заменить иконку так называемую фавиконку которую вы можете видеть по умолчанию в джумла строке браузера на вкладке браузера если вы на родном шаблоне создаете себе сайт нельзя оставлять родную иконку джумла но это непрофессионально и вы получается будете всем показывать что вы используете шаблон джумла это неправильно нужно брендировать этот момент и как правило фавиконка это маленькая копия вашего логотипа логотипа сайта и давайте в этом видео посмотрим как джумал 4 поставить свою туда иконку дело в том что метод отличается от джумла 3 других версий джумла у нас технологии меняются все изменяется и уже процесс именно вставление фавиконки не сказать чтобы сложный но возиться нужно чуть подольше чтобы у нас иконка отображалась именно во вкладке браузера именно наша и так давайте сначала подготовимся я упрощу для вас задачу на моем сайте официальным fedor васильев точка ком вы можете перейти либо вот отсюда либо в блоге я добавил новое видео на вкладке джумла статья как установить шаблон робот стекста вот эта статья от 2 сентября заходим в нее здесь последним уроком я добавил информацию что нужно сделать дело в том что джумла теперь используют три иконки фавиконка то есть именно формате и к дело в том что старые браузеры используют формат и к нам нужно подготовить три изображения значит формате к как это было раньше если у вас нет такой иконки у вас должна быть исходная фотография вашего логотипа из него мы можем сделать формат и к вас картинка может быть формате jpeg или png например и также нужно собрать еще две иконки в svg векторная графика в этом формате эта иконка подтягивается джумлы для современных браузеров то есть вот эта иконка который мы с вами видим в кассе пив шаблоне это уже иконка именно svg формата и еще есть одна иконка в svg с другим названием нам нужно подготовить три иконки прямо вот с такими названиями обязательно и поэтому вы заходите в эту статью ко мне на сайт чтобы руками не писать друг вы ошибетесь вы просто отсюда скопируете название и вставить в свою свой логотип который вы сделаете сейчас я сейчас подскажу где это сделать то есть если у вас есть просто исходник вашего логотипа в png jpeg из этого мы можем уже делать если у вас нет логотипа значит вам надо его сначала сделать где-то и смотрите стандартные иконки джума 4 они располагаются в файлах media system images туда мы не будем забрасывать иконки дело в том что у нас файла обновляться когда движок обновиться и мы потеряем наши новые иконки чтобы движок и сайт наш продолжал обновляться но при этом не слетели наши иконки иконки мы с вами поместим в другие папки здесь я вам оставил также сервисы где можете перейти вот этот сервис вам поможет сделать из вашего исходного изображения формат икон для старых браузеров и соответственно вот этот конвертер либо любой другой конвертер который вы найдете который может на лету бесплатно сконвертировать векторный формат в svg из jpeg или png картинки выглядит он так давайте сначала сделаем favicon переходите на этот сервис здесь здесь вы нажимаете выбрать с компьютера выбирать свою картинку исходник логотип да у меня это может быть вот вот он мой логотип к примеру вот у меня есть фотография просто выбираем ее здесь открыть создать favicon размер уменьшится здесь уже до нужного вам нужно только скачать на компьютер то есть за счет этого сервиса мы сделали одну иконку формате и к следующая суда вот этот сервис или аналогичный другой сервис вы перетаскиваете также свое изображение давайте наглядно посмотрим то есть эта конвертация png в svg начать конвертировать несколько секунд жду у меня всплывает такое так но куда я уже в svg видите формате загружает на компьютер вот у меня иконки они готовы формат и к и две абсолютно идентичные картинки которая тоже сконвертировал осталось последнее разместить в нужную директорию данные иконки при обновлении шаблона к себе у движка сайта они не должны перезаписаться то есть они должны остаться и куда нужно их разместить я перехожу в панель своего хостинга если вы на локальном хостинге на компьютере значит открывайте папку с вашим сайтом я захожу в свой тестовый сайт смотрите внимательно дальше мы переходим в папка templates находим наш к себе шаблон родной шаблон jumla открываем и папка images открываем вот сюда загружаем иконки я перетаскиваю все три иконки суда все загрузилось обновлю страницу вижу фавикон икон и вот еще две свои кошки у меня здесь есть прежде чем смотреть получилось у нас или нет сразу вам говорю лучше сделать так в панели управления зайдите и очистите кэш если конечно он вас здесь собирается если вы включили обязательно у меня нету кэша потому что я его не включил у вас возможно включен и не забудьте в браузере в вашем почистить кэш у меня в браузере есть специальное приложение очистить кэш но можно и настройками наверное браузера тоже почистить кэш просто здесь я мне удобны в эту панель я вывел корзинку такую у меня браузер оперу и в принципе каким бы браузер вы не пользовались в каждом браузере есть свои дополнительные плагины которые вы можете в браузер поставить для удобного очистки кэша и так кэш я чистил обновляю сайт вы можете видеть мой логотип вот она иконочка загрузилась все по сути мы это с вами сделали теперь всегда будет здесь находиться наша иконка а и Субтитры сделал DimaTorzok